Промышленная революция второй половины XVIII века представляла собой радикальный технический переворот, но первоначально в масштабах одной страны, Англии, и с относительно скромным влиянием на экономику. Однако в XIX веке она хватила уже целые континенты и приняла форму индустриализации, постепенно превратившись в крупную промышленность, в основу экономики. Лидерами в этом процессе выступали страны Западной Европы и США. Однако к рубежу веков к ним заметно приблизилась Россия и другие европейские государства. На начальном этапе промышленной революции, ведущую роль из-за невысоких затрат на оборудование и широкого рынка сбыта готовой продукции, играла текстильная промышленность. Ведь всем нужна была одежда. Но уже с 30-х-40-х годов XIX века главенствующую роль в промышленной революции заняли уголь и чугун, спрос на которые рос в связи с увеличением количества паровых машин и особенно из-за начала строительства железных дорог. Так, вслед за текстильной отраслью промышленная революция пришла в черную металлургию, потребляя миллионы тонн угля и чугуна. Железная дорога была к тому же самым техническим, сложным сооружением своего времени, требовавшим создания множества новых машин и механизмов, паровозов, оборудования депо, новой строительной техники. Все это способствовало возникновению машиностроения в качестве самостоятельной отрасли экономики. Строительство железных дорог стало важнейшей частью транспортной революции, проходившей в 30-70-е годы XIX века. Начало ей было положено первой железной дорогой между английскими городами Стоктоном и Дарлингтом 39 км, построенной в 1825 году Стефансоном. Вслед за Англией первые железнодорожные ветки строятся в США 1830 и Франции 1832. В германских государствах России железнодорожная эпоха стартовала почти одновременно в 1835 и 1837 годах. Соответственно, в Европе и США началась железнодорожная лихорадка. В 1860 году протяженность железных дорог в Англии составила 16 тысяч километров, а в США – 50 тысяч километров. К 1880 году железнодорожная сеть в Европе и США была уже в целом построена. Время в пути от Парижа до Марселя сократилось со 112 до 14 часов. Пересечь США на поезде можно было за 7 дней, а раньше требовалось 3 месяца. Самой длинной в мире железной дорогой была русская Транссибирская магистраль 1891-1916. Благодаря ее строительству стало возможным пересечь на поезде весь огромный Евразийский континент – от Мадрида до Владивостока. Первый пароход был изобретен американцем Фултоном в 1807 году. Но эпоха парусников закончилась лишь во второй половине XIX века. Впервые плавание перестало зависеть от ветра и потому стало намного быстрее. Если парусник пересекал Атлантический океан приблизительно за месяц, то пароход за неделю. Огромную роль в ускорении морских перевозок сыграло прорытие Суэцкого 1869 и Панамского 1913 каналов. Теперь для того, чтобы попасть из Атлантического океана в Тихий или Индийский, не нужно было огибать целые континенты. Прямо на глазах современников транспортная революция буквально превращала фантастику в реальность. В 1873 году французский писатель Жюль Верн опубликовал роман «Вокруг света за 80 дней», описывающий события, невозможные в действительности. В 1889 году одна американская журналистка, купив билеты на рейсовые виды транспорта, отправилась по следам героев Жюль Верна и объявила, что объехала мир за 72 дня и 6 часов. Промышленное производство Появились акционерные общества. Капитал в них делился на части, которые назывались акциями и продавались на бирже, привлекая деньги многих людей, получавших часть прибыли. Например, именно на эти средства чаще всего строились железные дороги. Капитал можно было получить и в виде банковского кредита. Однако прежние небольшие частные банки не могли давать больших кредитов, поэтому они стали тоже превращаться в акционерные общества и укрупняться. Так, индустриализация способствовала развитию финансовой и банковской сфер. Новый облик постепенно приобретали сами предприятия. Хотя сохранялось множество мелких ремесленных мастерских и небольших фабрик, главным видом предприятия эпохи индустриализации стал завод «Крупное промышленное производство». Применялась стандартизация, изготовление деталей по образцу, что позволило перейти к серийному выпуску однотипной продукции. Усилилось разделение труда, так как машин стало много, и рабочий не мог их всех освоить. Раньше хозяин завода управлял им сам, но из-за усложнения производства руководство заводом все чаще передавалось в руки специально подготовленных профессионалов-менеджеров. Промышленная революция принесла не только ускорение темпов экономического роста, но и изменения в его качестве. До нее такой рост был по преимуществу экстенсивным. Валовые показатели росли вместе с численностью населения, в то время как производство на душу населения увеличивалось крайне медленно. Новый вариант роста являлся интенсивным, что выражалось в увеличении ВВП – валовый внутренний продукт. На ряду с изменениями экономического роста происходила трансформация самой экономической структуры. Сельскохозяйственный сектор все более сдавал свои позиции промышленному. Подобные изменения первые претерпела экономика Англии. Уже к 1851 году доля занятых в сельском хозяйстве сократилась до 23%, в то время как число работников промышленного сектора возросло до 51%. Вслед за Англией похожие процессы испытывали другие страны, затронутые промышленной революцией. В Европе уже в 20-е годы XIX века за Англией последовали Бельгия и Швейцария, в 1830-е годы Франция, затем германские государства. В США промышленная революция началась в 10-х годах XIX века. Однако промышленное развитие было неравномерным, причем сразу в трех аспектах – международном, региональном и отраслевом. В мировом масштабе выделялось безоговорочное лидерство Англии, мастерской мира, которая в 1870 году производила около третьей мировой промышленной продукции. Страны Южной и Восточной Европы существенно отставали по промышленному развитию от государств западной и центральной частей континента. Еще более значительным был отрыв США от прочих стран нового света. Неравномерность промышленного развития, кроме того, носила региональный характер. В каждой стране сначала возникали своеобразные плацдармы промышленной революции, с которых она постепенно распространялась в другие регионы. Например, подобными регионами в Англии были Ланкашер, Йоркшир и Мидленд. Во Франции – север и восток страны. В германских государствах – долина Рейна и Саксония. В США – восточные штаты. Неравномерным было и отраслевое развитие, поскольку технологические новшества первоначально затрагивали лишь немногие отрасли. Лидирующие в промышленном отношении отрасли вели за собой все остальные. Как мы уже упомянули, на начальной стадии в качестве ведущей отрасли выступала текстильная промышленность. Затем ее сменили угольная промышленность и производство чугуна. А после, в 1880 году, роль главного двигателя индустриализации перешла к производству химической продукции, стали и электричеству. Значение этих отраслей было настолько велико, что некоторые исследователи говорят даже о второй промышленной революции. Широкое внедрение Бессемеровского 1856 и Мартеновского 1864 способов получения стали открыло эпоху ее массового дешевого производства. Сталь вытеснила чугун из традиционных отраслей его использования, давая новые импульсы всей экономике. И утверждая новые стандарты качества и долговечности, так в США производство стали с 1870 по 1900 года выросло в 150 раз. Благодаря использованию электричества впервые стало возможно передавать энергию на многие сотни километров и использовать новый тип двигателя – электромотор. Химическая промышленность открыла эпоху искусственных веществ, создав, например, хорошо знакомые нам аспирин и пластмассу. Производство автомобилей и самолетов продолжило транспортную революцию и послужило распространению новых типов моторов – дизеля и двигателя внутреннего сгорания. Как и прежде, развитие экономики сталкивалось с замедлением темпов роста и кризисами. Однако в течение XIX века существенно изменились их качество и масштаб. Раньше преобладали кризисы так называемого «старого типа», которые исходили из аграрного сектора и чаще всего порождались неблагоприятными природными условиями. Последний такой кризис пришелся на середину века. Новые кризисы рождала финансово-промышленная сфера, и они были связаны не с внешними обстоятельствами, а с внутренней логикой развития промышленного капитализма. До последних десятилетий XIX века государство почти не вмешивалось в экономику. Предприятия свободно конкурировали между собой внутри страны и на мировой арене. Откликаясь на высокий спрос, предприниматели стремились произвести больше товаров, но в какой-то момент количество товаров начинало превышать спрос. Наступал кризис перепроизводства. Многие фирмы разорялись, росла безработица, но потом начинался новый подъем. В 1873 году произошел мировой экономический кризис, после чего с конца 1870-х годов началось ограничение свободы конкуренции. Внутри стран свободная конкуренция стала ограничиваться благодаря монополизации, появлению крупных корпораций, стремившихся монопольно, единолично диктовать условия в отдельных отраслях. Кризис 1873 года и последовавший за ним вплоть до 90-х годов XIX века, период замедленного экономического роста, долгая депрессия, заставили предпринимателей искать дополнительной защиты своих позиций на рынке путем создания разного рода объединений, картелей, синдикатов и трестов. Появлению крупных объединений, часто стремившихся к диктатуре цен, способствовали также правовые новшества. В 1870-м годам были сняты многие ограничения с деятельности банков и акционерных обществ, что открывало гораздо больший простор концентрации капиталов. Наибольшее распространение такие корпорации получили в Германии и США, странах-лидерах в развитии новых отраслей промышленности. Например, американская Standard Oil в конце XIX века контролировала 95% производства нефти в стране. Подобное происходило и с банками. Финансовый рынок в Англии контролировали 5 банков, в Германии 4, во Франции 3. Но конкуренция не исчезала полностью. Теперь она происходила между крупными корпорациями. А государство стало ограничивать их стремление к монопольному положению на рынке. Кроме того, существовало много отраслей, где сохранялась конкуренция между средними и мелкими предпринимателями. На развитие сельского хозяйства влияли природно-климатические факторы, совершенствование сельскохозяйственной техники, изменения в организации труда. В первой половине XIX века завершился так называемый малый ледниковый период. Эпоха длительного похолодания в Северном полушарии ушла в прошлое. Помимо долгосрочных климатических изменений, на аграрный сектор воздействовали также и различные природные явления. Самым крупным из них стало извержение индонезийского вулкана Тамбара в 1815 году, вызвавшее изменения климата в глобальном масштабе. Резкое похолодание в 1816-1819 годах и особенно катастрофический год без лета, когда в июле-августе 1816 года на значительных территориях США и Европы отмечались минусовые температуры и выпадал снег. Породили чудовищный неурожай и массовый голод, самый значительный в XIX веке. Российский император Александр I даже выделил крупную сумму в 100 тысяч рублей для оказания помощи голодающей Швейцарии. Неурожай и голод, сравнимого масштабами, имели место также в 1845-1847 годах, став одной из причин европейских революций в 1848-1849 годах. Однако фактически с этого же времени начался период долгосрочного потепления климата, что благоприятствовало развитию сельского хозяйства. Внешним изменением стало практически полное исчезновение в сельском хозяйстве стран Европы и Америки подневольного труда. Упоразнение остатков сеньереальных пережитков в деревне после революции 1848-1849 годов в Европе, отмена крепостного права в России 1861 год и ликвидация рабства в ходе гражданской войны в США 1861-1865 года способствовали замене подневольного труда в сельском хозяйстве трудом свободных людей. Это открывало более широкие возможности для развития капиталистических отношений в деревне. Однако в действительности развитие сельского хозяйства в странах Европы и Америки отличалось большим многообразием вариантов. Наиболее широкие перспективы аграрный капитализм имел в США с их колоссальным фондом свободных земель, но даже там наблюдались значительные региональные различия и фермерские хозяйства севера, сосуществовали с мелкими арендаторами на юге. Еще более пестрым был аграрный мир Европы. Во Франции в целом преобладали мелкие крестьянские хозяйства. Однако в северных частях страны развивались крупные аграрные предприятия на капиталистической основе. Значительными были также различия между аграрными структурами Запада и Востока Германии, севера и юга Италии. Производительность труда в сельском хозяйстве увеличивалась, сельское хозяйство стало производить больше из-за развития капиталистических отношений в деревне, а также в связи с техническим и научным прогрессом, селекцией скота, химическими удобрениями, фабричным изготовлением традиционных орудий труда, появлением машин, жадка, молотилка, трактор, а также начавшейся в Англии в XVIII веке аграрной революции, отмена чистого пара, многопольный севооборот, в XIX веке распространившийся на Западную Европу и Северную Америку. Если в 1800 году в среднем четыре крестьянина кормили одного горожанина, то в 1900 году, наоборот, один крестьянин кормил четырех горожан. Таким образом, прогресс сельского хозяйства и индустриализация способствовали взаимному развитию. Транспортная революция невероятно ускорила, упростила и удешевила любые перевозки товаров. Это привело к созданию единого рынка в отдельных странах, а также к складыванию мирового рынка. Для формирования единого рынка в стране было необходимо, чтобы регионы производили разные виды товаров и обменивались ими. Это было возможно только в том случае, если все остальное, в чем нуждалась экономика, привозилась из других частей страны. Обычные дороги и конные повозки с такой задачей не справлялись, а по железной дороге можно было перевозить в сотни раз больше грузов, дешевле и быстрее. В результате товарная специализация регионов углубилась. Значительно возрос обмен между ними, что привело к складыванию единого общенационального рынка. В масштабе мировой экономики пароход сделал приблизительно то же самое, что паровоз в масштабах одной страны. Отдельные регионы мира все больше специализировались на производстве конкретных товаров, и мощные пароходы связывали между собой самые разные точки земного шара. Например, Лондон получал пшеницу из Австралии, Германия – удобрения из Южной Америки и т.д. Росту торговли способствовали также различные мероприятия правительств по ликвидации внутренних пошлин и сборов по международной кооперации. Все большее распространение получило идею свободной торговли – фритреда, подразумевавшая снижение или даже полную отмену таможенных пошлин. Ее вершиной стал англо-французский договор 1860 года, резко снизивший взаимные торговые пошлины. К нему вследствие присоединились и другие европейские государства. Однако последствия мирового экономического кризиса 1873 года привели во внешней торговле к ограничению свободы конкуренции, что проявилось в протекционизме, защите своих рынков с помощью высоких таможенных пошлин. К политике протекционизма европейские страны начали переходить с конца 1870-х годов. На рубеже XIX-XX веков нередкими стали таможенные войны – русско-германская, австросердская, обостряющие и политические отношения между различными странами. Промышленная революция и индустриализация на протяжении XIX века изменили облик мировой экономики и резко ускорили ее рост. Развивался современный промышленный капитализм, основанный на свободе конкуренции и стремлении к прибыли. На рубеже XIX и XX веков в нем усиливалась монополистическая тенденция.